Универ-Ньюс приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. С вами Адель Шамилова. Сегодня в выпуске. Ильшат Гафуров и Ольга Васильева обсудили открытие нового профильного производства. В КФУ взял старт второй тур Олимпиады для иностранцев. Детский театр «Радуга» продолжает удивлять. В минувшие выходные КФУ стал очной площадкой контрольной по математике, что и требовалось доказать от Яндекса. Работа состояла из десяти задач. Для их решения достаточно базовых знаний школьного курса, так что поучаствовать могли все. Прошедшую контрольную можно рассматривать как своеобразную тренировку перед серьезными Олимпиадами, победители которых получают бонусы при поступлении в УЗА. Об итогах работы можно прочитать в блоге Яндекса в ближайшее время. А теперь к основным новостям. Ильшат Гафуров возглавил делегацию КФУ на встрече с Ольгой Васильевой. О чем пошла речь представители ВУЗа с министром образования и науки России, смотрите прямо сейчас. Ильшат Гафуров и Ольга Васильева обсудили развитие Казанского университета, встреча прошла в Москве в Министерстве образования и науки России. Темой обсуждения стало развитие фармацевтического кластера КФУ и возможность открытия в университете нового профильного опытного производства. На встрече университет также представляли проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Софиулин и директор научно-образовательного центра фармацевтики Юрий Штырлин. А в качестве представителя индустриального партнера КФУ на встрече присутствовал генеральный директор из Варина фарма Орест Ибрагимов. Разговор один на один также состоялся с первым заместителем министра Валентиной Переверзевой. Адель Шамилова, Универ Ньюс. Казанский университет известен миру как один из центров органической химии. Однако, что мы знаем о Казанской школе неоргаников, аналитиков и химиков? Об одном из самых ярких представителей школы мы вам расскажем прямо сейчас. 26 марта стал довольно насыщенным днем для всех сотрудников Музея истории университета. На его площадке заработала новая выставка, посвященная 170-летию за дня рождения русского ученого химика Флавиана Флавецкого. Еще в 1901 году Флавиан Флавецкий изобрел карманную лабораторию, которую можно увидеть в Музее истории КФУ. Было изготовлено 150 экземпляров изобретения. Портативный прибор позволяет выполнять качественный анализ многих веществ. Лаборатория была запатентована во многих странах мира. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. Казанские студенты проверили свои знания по русскому языку. В Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ прошел второй тур Олимпиады. Подробности расскажет Анна Клазунова. Олимпиада по русскому языку для иностранных студентов собрала представителей из 28 стран мира. На базе Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского университета состоялся второй этап Олимпиады. Сложный такой, но зато интересный, очень верзительный язык. И интересно учить его. На втором этапе каждый студент методом случайного выбора получал высказывания известного человека. После подготовки каждый участник в течение трех минут защищал свою работу публично. А потом все желающие могли задать интересующие вопросы. В это время жюри оценивало способность участника грамотно ответить на неожиданный вопрос. Хочется показать то, что люди, которые приезжают из Средней Азии, из моего города, неплохо знают русский язык. И хотелось бы доказать, что русский мир существует не только в пределах России, но и за рубежом. Если в первом этапе приняли участие около 70 студентов и магистрантов, то во второй этап прошли только 39 участников, в том числе 14 представителей Казанского университета. 18 апреля пройдет награждение, где будут определены три победителя в каждой номинации. Они получат дипломы и памятные подарки. Анна Глазунова, Ленардо Вильтьяров, Универньюз. Детский театр Казанского федерального университета «Радуга» представил спектакль «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства». Подробности далее. В 2017 году в Казанском федеральном университете на базе Института психологии и образования начал свою работу детский театр «Радуга», в котором принимают участие дети в возрасте от 5 до 11 лет. Идея принадлежит директору Института психологии и образования Айдару Минимансуровичу Калимулину. Именно он предложил создать на базе Института такой детский театр, для того, чтобы мы могли создать условия для развития творческих и актерских способностей детей младшего школьного возраста. 24 марта стоялась премьера спектакля «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства», посвященная 190-летию со дня рождения Льва Николаевича Толстого. Готовились по субботам, а главные репетиции были на этой неделе, в среду и пятницу. Мы тут учимся выступать в театре, мне больше всех театров нравится. Дети дошкольного и младшего школьного возраста пробуются в самых разных ролях, показывая актерские способности и мастерство перевоплощения. Мы будем также танцевать вальс, мы будем петь песенку «Маленькая страна» и многое другое, там тоже будем рассказывать роли. Очень интересно, всем понравится. По словам организаторов, театр способствует развитию творческих способностей младших школьников, вовлечению детей в мир театрального искусства и литературы. Диана Ишилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюз. В КФУ состоялось торжественное празднование Навруз. Подробности прямо сейчас. 23 марта в актовом зале Казанского федерального университета состоялось торжественное празднование Навруз. Навруз – это древний национальный праздник тюркских и иранских народов. Он символизирует начало Нового года, гармонию людей и природы, а также добро на земле. На мероприятии присутствовал и генеральный консул Ирана господин Алибиман Экбали Зарч. Нам отрадно, что Навруз сейчас является таким праздником, который отмечается и в других странах. Навруз олицетворяет собой начало весны, начало сельскохозяйственного года, и в Иране он сильно почитается. На протяжении всего вечера на сцене актового зала КФУ выступали артисты с поздравительными словами, а также музыканты с традиционными песнями Ирана. Аделина Ахмадиева, Владимир Нелюбин, Универ Ньюз. 25 марта в Кемерово загорелся торговый центр. Спасатели много часов боролись за жизни людей. Ситуация омрачена халатностью и пренебрежением техникой пожарной безопасности. Подробности об этой трагедии расскажет Олег Кашин. В Кемеровской области объявлено чрезвычайное положение. 25 марта в центре Кемерово загорелся торговый центр «Зимняя вишня». Уже почти сутки министерство по чрезвычайным ситуациям пытается остановить пожар. Однако отдельные очаги возгорания еще не были потушены. Я имею ввиду, которые обратились и говорят, что они не могут связаться со своими там детьми или взрослыми людьми, которые по их данным находились в этом торговом центре. На данный момент сейчас здесь работает 288 человек, 62 единицы техники. Работает отделение ВГСО привлечены, аэромобильная группировка. Принимаем все меры к тушению пожара. Как сообщают жители Кемерово, торговый центр «Зимняя вишня» не был популярным местом у горожан. Но в это воскресенье многие школьники совместно с учителями отмечали начало весенних каникул. Большинство жертв были обнаружены в кинозалах, расположенные на последнем, четвертом этаже. Считается, что очаг возгорания был именно там. Большинство посетителей кинотеатра – дети, которые пришли посмотреть мультфильм. В здании не сработала пожарная сигнализация, а также не была использована система громкоговорителей для организации эвакуации посетителей. 26 марта МЧС заявило о 64 погибших, среди которых есть дети. Еще больше людей числятся пропавшими без вести. От таких страшных событий никто не застрахован. В марте 2015 года в Казани произошла похожая ситуация. Загорелся торговый центр «Адмирал». В результате пожара тогда погибли 17 человек, а двое пропали без вести. Следственные органы обязательно найдут виновных. Уже возбуждено уголовное дело. Но в таких чрезвычайных ситуациях многое зависит от действий самих людей. «Первое, я считаю, что всегда самое главное – это не паниковать. Во время инструктажа, когда первокурсники, студенты к нам приезжают, я всегда говорю, что, приходя в новые здания, в новый торговый комплексный центр, необходимо посмотреть, везде сейчас есть фотолюминсценные планы эвакуации. Даже при пожаре, в дыму они 24 часа светятся, и вот по этим зеленым стрелкам можно спастись, найти вот эти основные эвакуационные выходы. Самое опасное – это, конечно, окис углерода, угарный газ. Вот чтобы этого не произошло, нужно лицо накрыть, кроме глаз, или платком, или шарфом, намоченной водой». В Кемеровской области объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате этой трагедии. Олег Кашин, Универньюз. На этом все на сегодня. Не забывай следить за нами в социальных сетях, чтобы быть в курсе всего самого интересного. С вами была Аделя Шамилова. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин